Всем привет, с вами Марго. Похоже, от неожиданного фейла на работе не застрахован ни официант, ни продавец, ни строитель. И любой человек может разбить стекло, не уследить за товаром, или просто прийти настолько невыспавшимся на работу, что заснет среди бела дня. В подобных случаях обычно говорят, он не ведал, что творит. Этот сосуд им так и не поддался. Сперва рабочие решили приподнять мотоцикл, и пока он находится под наклоном, уложить стоячий груз. Не вышло. Со второго подхода мужчины перевели емкость в лежачее состояние. Опять неудача. Апофеозом всего действия стала третья попытка, оказавшаяся для них последней. Ломать не строить. Страшно представить, сколько времени заняла погрузка этих ящиков, и насколько же быстро они рассыпались. Тот, кто решил закрепить их двумя хлипкими палками, определенно не подумал о таком варианте развития событий. Работа мерчендайзера заключается не только в том, чтобы красиво расставить ассортимент товаров, но и в том, чтобы сделать это аккуратно, и за этот ассортимент потом не пришлось платить из собственного кармана. Удаление чернил с куртки с помощью скотча не самая лучшая идея, о которой девушка еще сто раз пожалела. Прямой эфир – то, что ты никак не можешь прервать. Порой в нем происходят такие вещи, с которыми тебе приходится просто мириться и не обращать на них внимания, как этой ведущей новостей. Монтаж кухонной столешницы закончился, даже толком не начавшись. Потерянные лица и глаза строителей красноречиво говорят лишь об одном. Необычная погоня. Полицейский бросился за своим автомобилем, забыв, видимо, поставить его на ручной тормоз. Переутомленная работница Сабвея была заснята клиентом, засыпающей на работе, когда она начиняла бутерброд. Она медленно начинает падать вперед, все еще стоя на ногах, пока ее лицо не приземляется в Саб. Девушка крепко уснула, совершенно забыв о клиенте, ожидающем свой сэндвич. Молодая волонтерша с помощницей решили, что бегунам необходимо финишировать, разорвав символическую ленту, как это делают в марафонах. Но девушки с первого раза не смогли натянуть ее, а когда одна из них бросилась повторно растягивать финишную ленту, в нее врезались все участники забега. Когда дело дойдет до ревизии товара и кое-кто недосчитает несколько единиц дорогой техники, первым делом пойдут проверять записи с камер видеонаблюдения. Сказать, что это будет неожиданностью для этого продавца, значит ничего не сказать. Иногда экономия времени является нецелесообразным решением. Например, в данной ситуации невооруженным глазом было видно, что стекло в этот лифт полностью не влезет, однако у этих ребят другое мнение было. Платформа неожиданно опустилась, и грузчику оставалось лишь сопровождать взглядом дальнейшие события. В любом деле главное не перестараться. Надеюсь, что ни один человек из-за халатности этого строителя не пострадал. Во время футбольного матча игрок получил травму. Он лежал на газоне и ждал, когда его вынесут за пределы поля. Подоспевший молодой ассистент при попытках поднять носилки несколько раз сел задним местом на лицо травмированного спортсмена. Давление и стекло – вещи несовместимые. Водитель-курьер оставил покупки у подножия лестницы, вместо того, чтобы доставить их до пункта назначения. Когда он отошел от пакетов, видимо, чтобы позвать заказчика, то сильно об этом пожалел. Мужчина, который пришел за едой, обнаружил на ее месте стаю улетающих чаек и остатки пищи. Беда пришла оттуда, откуда ее не ждали, а начиналось все, как обычное, ничем не примечательное видео. Невнимательная девушка заставила кассиршу и покупателя спасаться бегством. Комментарий этого работника звучал бы примерно так. Все так быстро завертелось, закрутилось, что я даже не успел заметить, как стал одним целым с поддонами. Беда не приходит одна. Во время заполнения заправочной емкости на АЗС грузовик покатился с уклона дороги. Водитель не успел остановить транспортное средство, и шланг оторвался от резервуара. Все содержимое цистерны вытекло на проезжую часть. С погрузкой у молодого человека явно какие-то проблемы. К счастью, для работника обошлось без пострадавших. Пишите в комментариях, какие забавные и не очень фейлы происходили на работе с вами. А также делитесь этим видео с друзьями и ставьте лайки. С вами была Марго. Всем пока!